Что важно для того, чтобы бизнесом управлять круто? Работа на дядю, который хочет попасть в Forbes, но на аналитики далеко не уедешь. Сколько миллиардеров было в вашей карьере? Мне очень нравится управлять бизнесом. Чему научились за эти 500 миллионов? Самый большой убыток составлял 28 миллионов долларов. Вы плакали тихо дома? Как из этой задницы выходить? Знаете, что самое сложное в нашей работе? Резать. Вот сейчас, например, мы записали двухчасовой разговор с Алексеем Тимофеевым. Это менеджер, через руки которого прошло больше, чем 500 миллионов долларов инвестиций. И это человек, с которым мы в запой говорили о том, что такое стратегия. И вот мы думаем, вот этот кусочек, ну может быть его нужно вырезать. А потом оставляли. Поэтому, что этот разговор для меня лично, это был такой интеллектуальный оргазм. Поэтому у нас сегодня с вами очень длинный выпуск. И получайте удовольствие. Слово стратегия вы используете очень часто. Да. И я использую очень часто. И я думаю, что если мы можем сделать такую мини-дискуссию, что же такое в итоге стратегия? О чем же мы на самом деле говорим? Почему вокруг нее так много вот этого ложного пафоса? Так. О, класс. Это просто моя точка силы. И моя точка интереса. Большинство бизнеса, особенно малого и среднего, инструментарием стратегического менеджмента не пользуются. Очень зря. Ребята, которые у меня там слушают стратегии в Академии Делойт, после курсов пишут мне такие отзывы, что у меня скупая мужская слеза. Любовное послание. Существование никогда не будет прежним, ну и так далее. Да? О, класс. И стратегия, она очень эмоциональная. Ну я вот, например, всегда говоришь, что стратегию не разрабатывают, а придумывают. Сто процентов. Ее создают. Да, это креативный инструмент. Да. Это креативный инструмент. Это царство креативности, которое потом надевает доспехи рациональности. Но сначала идет сердце, сердце. Если взять профессиональную карьеру и ее спрессовать в 5 минут, как она эти 20 чем-то лет промчались? 19 лет, студент 4 курса, идет на свою первую работу, помощника юриста без диплома, с зарплатой 50 долларов. У меня тоже была ставка 40 долларов. Это стартовая точка. Часть карьеры я строил как юрист и дошел до достаточно высоких позиций юридических. Успел стать кандидатом юридических наук, главой юридической службы крупной, государственной компании, потом крупной частной. И где-то там на 7-8 году юридической карьеры меня начало тянуть в General Management. Я начал брать на себя больше ответственности, больше проектов. И через позицию исполнительного операционного директора мигрировал в сторону CEO. На определенном этапе карьеры я начал вынашивать идеи собственных проектов или, скажем так, идеи проектов для инвесторов. Потому что собственными их назвать сложно, они делались за деньги внешних инвесторов. И в 2009 году с презентацией, посвященной построению большого нефтегазового бизнеса, я, набравшись смелости и воспользовавшись своими контактами, пришел в офис компании Smart Holding. С идеей консолидации портфеля активов, построения бизнеса. Естественно, получил отказ. Естественно, мою презентацию после того, как я ее оставил на столе, никто особо не читал. Но, как говорится, сделав несколько итераций, я добился того, что меня там еще раз приняли, выслушали. А что в итоге получилось? Я получил предложение зайти на позицию, на работу в эту компанию Smart Holding. И через два года реализовал большой нефтегазовый проект с инвестициями, больше 300 миллионов долларов, который считаю своей визитной карточкой в Украине. Компания называется Smart Energy. Сейчас она на четвертом месте в Украине по добыче среди частных компаний. В Smart Holding я дошел до позиции CEO всей группы. В 2015 году с этой позиции ушел. И с тех пор занимаюсь бизнесом на стыке привлечения инвестиций и управления проектами. Я являюсь кофаундером американской инвестиционной компании Trident Acquisitions. Интересна она тем, что в 2018 году провела IPO на бирже Nasdaq, подняла 200 миллионов долларов под проекты. Параллельно я занимаюсь управлением несколькими проектами в Эстонии. В первую очередь это проекты по построению нескольких промышленных производственных бизнесов с нуля. То есть на сегодняшний день мой профиль компетенций это привлечение денег, это работа с крупными проектами в сфере капитальных инвестиций, построение бизнесов с нуля. В тех проектах, где это необходимо, я конечно же выполняю роль CEO и делаю это с большим удовольствием. Мне очень нравится управлять бизнесом. Когда меня спрашивают, есть ли у вас MBA, я говорю да, это MBA стоит 500 миллионов долларов. Потому что ровно на такую сумму, чуть больше с хвостиком, я реализовал проектов как топ-менеджер, как управляющий бизнесом. Это сумма инвестиций, капитализация, убыток. Это сумма инвестиций, которые были сделаны в проекты с моим участием, либо как CEO, либо как CEO минус один. Чему научились за эти 500 миллионов? Главное, как говорят у нас на Киевшине, take a waste. Take a waste, да. К тому, что из любой ситуации нужно уметь выходить, возвращаясь в наступательную позицию, иначе тебе конец. Если ты встал на эту стезю, доигрывай ее до конца. Или, как говорят японцы, сражайся на настоящих мячах. Вот это главный урок? Да, на боевых мячах, да. Это из книги основателя Панасоника, да. Твой путь. Да. Одна из любимых моих книг, которую я всем настоятельно рекомендую. В бизнесе, в бизнес-образовании есть один обман, который люди ошибочно приняли за правду. Что когда они говорят о стратегах, то они представляют себе человека такого высокого, такого статного, в костюме, в очках, да. Такого умудренного опыта. А когда думают о креативе, ну, какого-то шлепаря, да. Да, да, да. Какого-то там этих рваных, 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 рваных в каких-то штанах. На самом деле, люди, которых я считаю, там, одним из лучших стратегов, ну, выглядят, ну, совсем не как человек-аналитик. То есть, вот стратегов путают с аналитиками часто. Сто процентов. Аналитика является одним из инструментов, конечно же, стратегии. В стратегии должны быть маркетинговые исследования, в стратегии должно быть моделирование, в стратегии должны быть такие вещи, которые дисциплинируют. Но на аналитики далеко не уедешь, потому что если бы, условно говоря, какая-то сумма знаний напрямую конвертировалась в идеи бизнеса, то самыми успешными людьми на планете были бы библиотекари. Но это не так. Это круто. Вот у вас есть хэштег «Советы молодому CEO». Что важно для того, чтобы бизнесом управлять круто? Карьера CEO делается на трех вещах. Это психологические компетенции, работа со стейкхолдерами и это стратегия. Вот этим трем вещам учат плохо или не учат совсем в украинских компаниях. Можно для аудитории, вот как бы ты перевел слово стейкхолдеры? Люди, организации, которые находятся за пределами контура моего непосредственного влияния и контроля, но которые оказывают ключевое или существенное воздействие на бизнес. Силы влияния. Иногда да. К стейкхолдерам относят акционеров или инвесторов. Это на самом деле одно из самых болезненных точек для CEO. Психологический контракт, так называемый, между наемным управленцем и частным собственником – это тема, по которой можно в Украине защитить не одну диссертацию. Можете подробнее рассказать, что такое хороший психологический контракт? Психологический контракт – это неформальные психологические конструкции, которые состоят из непроговоренных, взаимных ожиданий и месседжей. Вот этот психологический контракт, он на самом деле потом начинает срабатывать так, что все хорошо. Внешнее окружение хорошо, статус есть, ресурсы есть, внешне все замечательно, но ты не можешь. Ты не можешь, потому что тебя выталкивают, потому что у тебя начинается неприятие роли и модели, которые тебе по факту отводят психологически. Ты по-прежнему CEO, но за этими тремя словечками может находиться все, что угодно. Роль помощника, роль слуги, если хотите, все вот эти вот ночные звонки, которые так всех задалбывают. Все эти «стой там, иди сюда», «подлети сюда», «ты в отпуске вернись» – это людей начинает задалбывать. Если ты не принимаешь это как часть контракта, если ты не готов к этому по формуле «любой каприз за ваши деньги», для этого надо быть таким тефлоновым, то тебе будет тяжело. Тяжело, это надо учитывать, этому опять же жизнь тебя научит парой неудачных позиций. Как этот контракт прощупать на уровне переговоров? Есть ли вопросы, которые вы бы советовали, например, человеку, который смотрит на то, чтобы стать CEO, задать? По заветам Джима Коллинза, есть чек-лист, состоящий из одного пункта. Сначала кто, а потом что? Смотрите на то, к кому вы идете. Не смотрите на HR-ов, не смотрите на тех, кто проводит с вами собеседование. Если вы CEO, работать вы будете собственником. Точка. Все остальные – это сменные запчасти. В компании можно поменять все на самом деле, кроме него. Поэтому смотрите на то сначала, кто вас нанимает, что это за личность. Соберите всю доступную вам информацию, требуйте личной встречи. Есть выражение «видит человека насквозь», быстро считывает негласную, непроговоренную психологическую картинку. Есть ли фирменные приемы или моменты, на которые стоит обращать внимание, чтобы вычислить самодура, токсичного человека? Да, конечно. Какие? Надо смотреть на мотивационный тип. В разговоре постараться разговорить человека насчет того, что его лично мотивирует. И обычно за бизнес-целями раскрываются, конечно, цели личные. Ну, например, была у меня когда-то история, несостоявшееся назначение, но собеседуют меня там люди. Не будем о названии компании. Компания на самом деле технологичная, то есть производственная. Тогда еще HR мне говорит, главная мотивация нашего собственника – это попасть в Forbes. Я начинаю после этого смотреть, кто собственник, смотреть на его пиар-материалы, смотреть на его изображения. И совершенно четко понимаю, что нам не по пути. Он хочет попасть в Forbes, я не хочу, например. Попадание в Forbes должно быть какой-то вишенкой на торте, его личным сокровенным желанием. А для всех других людей – это а, честолюбивая, амбициозная, б, но ц, чужая цель. Он в Forbes попадет за счет чего? За счет того, что я буду впахивать на что? Надо понимать, что люди на самом деле в компании, приходящие, сначала работают на себя, потом на компанию. Надо показать пространство развития на собеседовании для людей, которых ты берешь. Если человек в этом пространстве оставляет тебе только роль, ресурс, который будет впахивать на его тщеславную цель, то это не мой случай. Мне нужно больше смысла. И любому зрелому человеку нужно больше смысла, чем работа на дядю, который хочет попасть в Forbes. Сто процентов. Вот и все. Как развитие ресурсов? Она как раз у меня появилась через личный кризис, и не один. Ну, например, вот это… Пример очень простой. Что такое успешный менеджер или успешный предприниматель? Это гремучая смесь, как правило, достигаторства, перфекционизма, нарциссизма, идеализма. Без этих качеств человек не полезет на баррикады, не полезет на пьедестал, не будет бить себя в грудь и кричать «Я лучше всех, я сделаю лучше всех продукт». Здоровая доза этих вещей необходима. Но это токсины, как и алкоголь. И если с ними перебрать, они начинают своего носителя разрушать. Я эксплуатировал образ, идею и инструментарий так называемого суперменеджера. Кто такой суперменеджер? Это человек, который считает, что если все сделать правильно, если выложиться на максимум, отработать некую там последовательность действий в том или ином бизнесе, в моем случае это был нефтегаз, то все обязательно получится, причем получится в лучшем виде. На самом деле это, конечно, не так. У результата три родителя, планирование, исполнение и риск, или шанс, или вероятность, я усвоил на своей шкуре, когда в том же самом проекте Smart Energy, в период, когда я был CEO этого бизнеса, у нас начали получаться неудачные проекты. Когда мы закладывали новые скважины, все делали по науке, все делали правильно, уверенность в успехе была трехсотпроцентная, но против нас стало работать ее величество вероятности, мы одну за другой начали получать неудачные скважины. Самый большой убыток разовый, который нам пришлось списать из-за неудачного бурения, составлял 28 миллионов долларов. Вот о таких ударах под дых идет речь. Моя на тот момент идеология, такой комплекс отличника о том, что знание силы, и они побеждают все, привели к тому, что нет, мы не рисковали больше других. Моя личная реакция на эти вещи была неадекватной. Какая? Я перегорел. Как это проявлялось в жизни? То есть не хотелось кофе, или не хотелось спать, или вы плакали тихо дома, или что происходило? Нет, я не плакал, это классическое эмоциональное выгорание, то есть ощущение потери контроля над процессами, ощущение, это депрессивное состояние. Ну вот нижняя точка как выглядела? Это желание бросаться пепельницами, я не знаю, или невозможно? Да, конечно, раздражительность, ты начинаешь там винить во всем и себя, и окружающих, ты теряешь доверие к команде. Есть простой рецепт повышения вот этой вот психологической стрессоустойчивости CEO? Да, безусловно. Какой? Нужно стоять ногами на земле, риски, неопределенность, нужно иметь четкую связь с реальностью, нужно эту связь правильно коммуницировать, нужно являться таким голосом здравого смысла, трезвости и связи с реальностью во всех проектах, которыми ты занимаешься. Я после этого работал там и с когнитивно-поведенческими психологами, и с разными другими, я разбирал эту как бы методологию, что такое правильно мыслить, да, что такое правильно действовать с точки зрения экологичности. Можно вот короткое, не знаю, там, эссенцию этого, что такое правильно мыслить для того, чтобы быть стрессоустойчивым? Надо научиться работать в комфорте с неопределенностью, научиться работать в комфорте с рисками, держать их в управляемой зоне, не делать их фатальными. Надо уметь дозировать челленджи, которые ты берешь, и не бросаться на окружающий мир со стервенелостью там ужаленного суслика. Это ощущение, что ты властелин мира, это, конечно, вот булшит, от которого надо избавляться, потому что жизнь тебя переучит, но это обучение будет платное. Это пункт первый психологический. Пункт второй. Работа со стейкхолдерами, да. Когда-то один… Фактически то, о чем мы говорим, то есть стейкхолдеры тоже по факту, как и природа, не полностью находятся под твоим контролем. Конечно, да. Самый главный вывод, который мы все должны сделать, это то, что на самом деле хороший проект, по-настоящему важный проект, любимый проект для тебя может означать там полный булшит или нечто совершенно рядовое, непонятное для любых других людей, которые не прожили твою жизнь и находятся в твоем контексте. Когда я сталкивался, например, как СЕО, не с банальной коррупцией, к этому я как юрист был приучен и понимал, что ее много, но с непониманием так называемых очевидных вещей, с нежеланием поддерживать очевидно здравые мысли и идеи, с каким-то глухим, немотивированным саботажем тех или иных идей, когда, ну вот все же хорошо, смотрите, инвестиции, смотрите, рабочие места, смотрите, мы приходим в регион, а в ответ, как говорится, пустой взгляд и дело даже не в коррупции. Дело в том, что ты понимаешь, что у каждого Абрама своя программа, и эти программы не синхронизируются. И какой рецепт? В работе со стейхолдерами очень важно научиться смотреть на бизнес, проект, идею, используя прием, который называется Outside View. Выйди за пределы своего бизнеса и посмотри на него глазами людей, которых совершенно не интересуют и не вштыривают твои мотивашки. Гениальная на самом деле идея – научись управлять решениями людей, которые от тебя ни в чем не зависят, от которых зависишь ты. Как это сделать? Ну есть приемчики? Да, это коммуникации. Какие? Это скиллы переговорщика, скиллы коммуникатора, скиллы человека, который умеет делать из своего бизнеса, в маркетинге, наверное, вам знаком такой термин, то, что называется Value Stack. Умение запаковать в свою идею, в свой проект привлекательные факторы, которые ты можешь показать. Пусть они не являются ядром твоего бизнеса, но они подсвечивают те грани, на которые стейхолдер ответит «да, мне это нужно», «да, я это хочу». Кто лично для вас был самым сложным стейхолдером? С кем сложнее всего было, не знаю, проводить переговоры? Какие были самые сложные переговоры в вашей жизни? Самый сложный стейхолдер для CEO – это всегда собственник, потому что это всегда люди сильные, это всегда достигаторы, это всегда какая-то конкуренция с точки зрения принятия решений, конкуренция с точки зрения приоритетов, с точки зрения аргументов. Сколько миллиардеров было в вашей карьере, с которыми вы соприкасались как стейхолдеры? Соприкасался с огромным количеством, а конкретно работал на трех человек. Григоришин, Пинчук, Новинский. Вот если взять портрет этих людей, не психологический контракт, а психологический портрет, что в них есть такого, чего нет в обычных миллионерах или просто в благополучных или обычных людях? Почему они стали, а другие не стали? Все эти люди заряжены от природы на экспансию. Это вот те самые люди, для которых экспансия является частью смысла жизни, то есть расширение своего присутствия на этой земле через бизнес. Бизнес для них – это, условно говоря, их планета, которую они возделывают и так далее. Это совершенно однозначно. Все товарищи, которые на том или ином уровне останавливаются, они останавливаются по одной простой причине, которая называется «good enough» – «достаточно хорошо». У этих уважаемых людей вот это «достаточно хорошо» находится на гораздо более высоком уровне, чем у среднестатистического человека. Это им помогает становиться счастливыми или нет? Вопрос счастья, он очень такой деликатный и тонкий. Счастье – это состояние, в котором постоянно пребывать нельзя. Это какой-то маячок, это скорее какие-то такие точки контакта в нашей жизни, которым нам хоть иногда нужно прикасаться, чтобы понимать, от чего мы, собственно говоря, живем. Но есть другая формула, которая мне нравится. Она про призвание. Что такое призвание? Призвание – это то, что я не делать не могу. Можно искать этому причины какие угодно, рационализировать. Но тут стоит поверить, например, Джеффу Безосу, который говорит, «Ты не выбираешь страсть, это она тебя выбирает». Почему, например, он считает делом своей жизни не Амазон совершенно, а проект свой космический Blue Origin? И в своем интервью одном сказал Безос, «Амазон – это мой выигрыш в лотерею, в том смысле, что это удавшаяся попытка в ряду многих других неудачных. И свой выигрыш от этой лотереи я хочу потратить на дело своей жизни. А делом своей жизни я считаю освоение космоса». Ничего себе. Экспансия – это дело жизни или это состояние души? Вот экспансия – это часть какого-то такого призвания. Все эти ребята, они колумбы такие по психотипу, которые готовы на самом деле плыть куда-то, делать что-то, прирастать проектами, прирастать активами. Не особо задумываясь на вопрос «Зачем?». Вопрос «Зачем?» у них у всех, ответ на вопрос «Зачем?» формулируется автоматически, потому что «Я – это я», точка. Они это осознают? Думаю, да. Это люди, конечно же, очень и очень умные. Можно ли научиться экспансии? Рекомендую книжку, которая одного скандинавского психолога, которая называется «Кругом одни идиоты». Эта методология расписана просто и понятно. Это часть психологических компетенций, уметь делать психографическую сегментацию людей, с которыми ты общаешься. Самого себя самое главное, да? Хорошая книжка. Узнай самого себя, и ты познаешь мир. Самого себя – это значит в том числе понимать, кто ты, на что ты способен, что тебе нужно, не жить чужими целями, не жить чужей жизнью. Поэтому экспансии научиться человеку, который на самом деле является спокойным, уравновешенным, флегматиком, главной ценностью которого является стабильность, а таких людей большинство на планете Земля, нельзя и не нужно, поэтому лидеров немного. Экспансия – это часть психологического скелета лидера. Можно ли научиться лидерству как ремеслу? Да. Можно ли научиться лидерству как призванию и страсти? Нет. То есть, подводя мини-иток нашей первой части, вступления нашего разговора, то есть три фактора – стрессоустойчивость, работа со стейкхолдерами и оценка рисков. Правильно я понимаю? Не то чтобы оценка рисков, а работа с неопределенностью. Как вы работаете с неопределенностью? С неопределенностью я работаю, использую профессиональный инструментарий из разряда стратегического менеджмента. Главный мой инструмент для работы с этим – это сценарное планирование, которому я научился сам, учу других. На самом деле сценарии являются еще таким реалити-чек инструментом для того, чтобы ответить себе на вопрос, а к какому сценарию ты по-настоящему готов? Так вот, я всегда тестирую один простой вопрос, задавая в этом процессе своим стейкхолдерам, инвесторам, команде. Готовы ли вы к наихудшему сценарию по-настоящему? Если вы не готовы к сценарию наихудшему, значит, вы не готовы ни к этому бизнесу, ни к этому проекту, ни, например, к предпринимательству как такому. Что такое предпринимательство? Деятельность на свой риск в условиях, когда тебе никто ничего не должен. Ни государство тебе не должно помогать, ни кредиторы тебя не должны спасать, ни клиенты тебя не должны. Хорошее определение. Мне нравится. Надо научиться смотреть в неопределенность, есть такой у меня образ, в настроении охотника, а не добычи. Охотник как смотрит в темноту? Он экипирован, в руках ружье. Давай, давай уже скорее, выскакивай оттуда чего-нибудь и желательно побольше. В лоб получишь пулю, и я вернусь домой с оленем на плечах. Как смотрит в темноту добыча, жертва, как бы чего не вышло. Будущее тревожно. Из будущего сейчас наверняка появится что-то нехорошее. Из печки паровоза вылезет дед Семен и всех на съезд, как поет БГ. На этапе планирования важно мыслить сценариями. То есть надо понимать, что план стратегический, это, конечно же, не детальная, четкая структура, пошаговая, с закрепленными ответственностями. Это да. Но это детский сад, вторая группа. А есть еще несколько уровней. Планы всегда. Это сценарий для меня. Сколько сценариев? Я работаю обычно с четырьмя. Есть такая история, называется крест выбора. Очень красивое название. Вообще стратегия – это музыка. Музыка. Крест выбора – это привязка сценариев 1, 2, 3, 4 к сочетанию определенных факторов. Сюда обычно вставятся самые значимые, самые высокие. Можно пример? А потом внутри них добавляются еще какие-то второго и третьего эшелона. Ну, если мы возьмем там бизнес, которым я сейчас занимаюсь, и вот я недавно делал такое сценарное упражнение, у меня было там два критерия для планирования исходов. Первое – это стагнация или рост рынка, который был связан с запуском определенных программ государственной поддержки. Стагнация или рост. Соответственно, у меня… Полярные вещи. Да, да. Стагнация или рост. И второе у меня было – это ценовая война с конкурентом или его поглощение. Соответственно, понятное дело, что супер сценарий – это рост плюс поглощение. И к нему надо идти. То есть нужно вот эти вещи как бы отслеживать. И я анализировал необходимость и целесообразность поглощения конкурента, который на тот момент имел долю большую, чем у нас. Сейчас мы его обогнали. Я смотрел. Здесь у меня были вещи такие, как выручка, маржа, загрузка производства, необходимость капитальных инвестиций. Я внутри этого игрался. Что будет, если все будет очень плохо? Рынок стагнирует. Мы с конкурентом деремся за шагреневую кожу. Мы демпингуем. Минус 20 к цене будет. Средняя потеря цены в тендерах. Уже понятно. Денежный поток будет отрицательный. Теперь внимание, вопрос. Как из этой задницы выходить? Если рынок не растет и конкурент не поддается, начинаем смотреть, какие опции. Экспорт, переплофилирование, второй горизонт, третий горизонт. То есть в коре делать нечего. Поляна вытоптанная. Конкурент не дает продыхнуть. Косты одинаковые, продукт одинаковый. Комодити рынок, хоть и машиностроение, но комодитизированный, обезличенный. Соответственно, мне отсюда нужны выходы. Куда можно идти с моим уровнем компетенции, с моим уровнем ресурсов? Экспорт, запуск других продуктов и так далее. То есть второй и третий горизонт. Потому что корр не работает. Ну и каждый сценарий прорабатывается так. Сколько здесь нужно денег? Готовы ли инвесторы инвестировать? Сколько мне нужно времени, чтобы новые продукты запустить? Вот так я работаю. Зачем мне это надо? Во-первых, я привожу всех в единую систему координат. Ребята, мы вот в этом рынке. У нас других вариантов нет. Эти четыре сегмента закрывают всю палитру возможностей, которая перед нами. Другого не будет. Вот это называется «нам должно повезти». Когда рынок растет и конкурент сдался, либо самовыпился с рынка, мы его добили в тендерах, либо нам продался. И предложение о покупке лежит у него на столе. То есть это все вещи, которые реальные. Крест выбора дает четыре сценария. То есть два противоположных фактора, фундаментально влияющие на бизнес. Так точно. И они качественные. Которые являются внешними. Да, и они качественные. Теперь я задаю вопрос своим уважаемым инвесторам. Что вы хотите от команды менеджмента? Да. Вы хотите, чтобы вырос бизнес? Как он вырастет, если не растет рынок? И есть второй конкурент, с которым мы дышим в ноздря в ноздрю. Объясните мне. Это же твоя, говорит, задача объяснять. Так я объясняю. Нет вариантов убрать конкурента, кроме как демпинговать или уйти на другой рынок. Оставив ему вот эти вот низкомаржинальные или вообще нулевые проекты. Тогда конкурента в тендерах надо плющить, чтобы он сгорел. Но зарабатывать на других рынках. Predatory pricing стратегия называется. Хищническое ценообразование. Я выжигаю поляну, на которой пасется конкурент. Я буду держать его без моржи год, два или три, потому что у меня есть ресурсы, а у него нет. Ну я зарабатывать-то где буду? Зарабатывать я должен на внешних рынках, на премиальных. Чтобы попасть туда, мне нужно два года. Вы готовы к такому сценарию? Если нет, давайте выберем какой-то другой. Но фантастических сценариев, когда мы не вкладываем, конкуренты самоустраняются. И рынок растет, не существует. Можем ли мы заставить нашего конкурента сдаться? Тоже не можем. Так какие, друзья, факторы находятся в наших руках? В наших руках находится фактор, который называется выбор рынка. Поэтому, пожалуйста, внутренний рынок ставим как приоритет номер два. Приоритетом номер один становится вывод компании на экспортные премиальные рынки. Из этого рождается инвестиционная стратегия, портфель проектов и цели для менеджмента. Круто. Если мы говорим о стратегии. Мы в Федерев говорим о том, что суть того, что мы делаем, например, в Федерев Эдженси, мы создаем бренды, которые меняют бизнесы. То есть это вот брендс-ченж-бизнес. Почему? Потому что мы не верим, что настоящий маркетинг – это просто упаковка бизнеса. Мы верим, что настоящий маркетинг – это от имени потребителя, благодаря более глубокому, тонкому, на уровне легких сигналов, слабых сигналов, пониманию, предчувствованию завтрашнего потребителя, изменения внутри продукта и компании, для того, чтобы завтра оказаться в точке попадания в его ожидания. Исходя из этого, у нас клиентов мы можем очень условно разделить на три категории. Категория 1 фактически – это, можно сказать, даже кукурузники. То есть это стартапы. Второй тип компаний, мы говорим о том, что это амбициозные, быстро растущие компании. То есть это компании, которые уже, не знаю, как-то больше похожи на какой-то, не знаю, истребитель, которые очень быстро хотят набирать высоту. И они приходят для того, чтобы этот угол атаки был максимальным, и они продолжали вот эту экспансию на максимальной скорости. То есть они хотят расти быстрее, чем раньше, быстрее конкурентов, быстрее других категорий. То есть максимальная высота. Есть третья категория – это такие большие уже лайнеры. Это компании, у которых уже миллионы клиентов. Они находятся на высоте 10 тысяч метров. Но им очень важно, чтобы этот лайнер не падал, чтобы он оставался актуальным, в идеале продолжал набирать еще высоту. Вот на этих трех этапах – зачаток, рождение, стартап, быстрый рост и большая уже состоявшаяся компания, которая продолжает свое развитие – что самое важное в стратегии? И в чем разница этих трех этапов? Можем пойти по стадиям? Я понимаю, что у них разная ситуация с точки зрения ресурса. Ну, они объективно находятся на разных фазах жизненного цикла. Общего между ними то, что они хотят расти. Они хотят либо перезапуститься, найти разный цикл. Но по факту, совершенно в соответствии с этим изображением, они находятся на разных этапах того, что называется S-кривая. Вот эта штука взаимодействия системы со средой является классическим фреймом стратегического анализа. Разный уровень зрелости, разный уровень неопределенности, разный уровень ресурсов. С точки зрения стратегии, часть инструментария была бы общей для того, чтобы понять стратегическую перспективу этого бизнеса. Часть отличалась бы, потому что совершенно очевидно, что у этой, у этой, у этой компании разные ресурсы. У этой, у этой, у этой компании разная степень взаимодействия с рынком. С точки зрения их зрелости, с точки зрения их там connection с рынком. С точки зрения того, что они достаточно хорошо или плохо понимают ту среду, в которой находятся. То есть они могут с той или иной степенью уверенности ставить цели. У них, соответственно, разные инструментарии для проверки этих целей. Кто-то будет двигаться короткими итерациями, кто-то будет делать более длинные проекты. Я хотел бы тогда уточнить. Вот для каждого из этапов, давайте возьмем этап стартап. Вот у нас есть сейчас клиент, у него есть какой-то инвестиционный ресурс. Они выходят в очень конкурентный рынок, назовем так, ресторанов массового питания. То есть такой casual сегмент, которых очень много. Ну, то есть конкурентов не 10, не 100, их там тысячи. Вот с точки зрения стратегии, с учетом вашего 20-летнего опыта, что бы вы посоветовали, на что критически важно обратить внимание с точки зрения инструментария? Вход в зрелый рынок всегда требует ответа на вопрос зачем. Зачем ресторанному рынку Киева еще один игрок? Кого не хватает? Делаем вид, что наши уважаемые друзья на этот вопрос для себя как-то ответили. Чем им можно помочь с точки зрения стратегического инструментария? Вход в зрелый рынок. Это понятный сценарий с точки зрения того, как попытаться найти идеи для дифференциации своего бизнеса, с чем нужно работать с точки зрения отстраивания от конкурентов. Ответ на вопрос при входе в зрелый рынок, что с ним делать, всегда заключается в том, чтобы найти то, что называется азерность, инаковость. Вся суть стратегии здесь будет заключаться не в операционной эффективности, естественно, ни в каких, ни в процессах, ни в каких-то технологичных штучках, потому что на зрелых рынках они являются гигиеническими и общедоступными. Вся история здесь будет связана с тем, чтобы дифферентироваться от других настолько, чтобы переключить на себя существующий сформированный спрос, который сейчас удовлетворяется другим способом. Это история про перетягивание каната в стратегии. Классическая дифференциация. Да, классическая дифференциация, классическая работа с сформировавшимся каким-то уже рынком, на котором действуют свои законы. На такие рынки, на зрелые рынки, нужно заходить совершенно четким ответом на вопрос, буду ли я достаточно отличен от других, чтобы получить себе не самозанятость, не какую-то копилочку, которая будет приносить какую-то денежку, а построить бизнес, который будет уверенно расти. За счет чего? Достаточно ли ты инновационен? Ресторанный бизнес – такая история интересная. Рестораны достаточно быстро надоедают. Тут есть еще такой элемент. Если бы я был в команде, не знаю, инвесторов этого проекта, то основной вопрос, который бы я добивался от вас, это поиск инструментов дифференциации, тестирование гипотез их долговечности, долгосрочности, их устойчивости. Это то, что называется «outside view». Это встраивание своего бизнеса, честное, в ряд других и попытки ответить на вопрос в момент принятия решения, чем мы будем отличаться от другого. Бренд окей, но он приестца. Самое главное в этой всей истории все-таки, надо возвращать людей с точки зрения стратега, чем стратегия отличается от других, идущих следом инструментов, нужно отвечать себе на вопрос «зачем?». Это лучшее приложение для денег и компетенций, которые вы можете придумать. Вы зачем в красный океан идете? У вас реально есть настолько инновационная идея, которая, например, перекроет рынок, у вас есть новая бизнес-модель, вы можете хакнуть этот рынок? Если нет, то набором стандартных инструментов вы получите бизнес, который станет еще одной селедкой в бочке. Зачем это вам? Рынку-то зачем еще один игрок? В вселенной зачем еще одно маркетинговое агентство или еще одно, потому что мы будем лучше других? Лучшесть – это измеримые показатели. Вот здесь их нужно раскладывать на панель факторов, что вы наверняка умеете делать лучше меня, потому что в B2B факторы специфические. Это цена, качество, это охват рынка, это ресурсы, эффект масштаба. В B2C добавляется еще человеческая душа, человеческие вкусы. И в этом и сила, и ловушка этого сегмента. И сила, и ловушка, да, потому что эмоциональная привязанность – штука капризная. Сегодня одна есть, завтра она потухла. А если вернуться к истории про истребитель и лайнер, что там важно? Давайте уточним параметры. Истребитель – это компания, которая нишу нашла, у которой получилось, да? Да, у которой, как правило, уже получилось, они уже что-то делают и хотят, как правило, умножиться в 10 раз. Тогда им нужно работать, конечно, над методологией роста. Тогда им нужно научиться работать с рынком уже как с ресурсом. Здесь должно быть много дисциплины, здесь должно быть много интеллекта, здесь должно быть понимание S-кривой. То, где они находятся, это фаза, которая рано или поздно себя исчерпает. Сюда подтянутся конкуренты, рынок насытится. Мы рано или поздно на вот эту вот мемориальную фазу S-кривой выйдем. Эта полка бывает большой. В ресурсных бизнесах, в традиционных индустриях, в быстрых индустриях эта полка всегда короткая, и она должна инновироваться. То есть ребята, которые здесь, конечно, должны максимизировать момент. Операционная эффективность, максимальная экспансия, увеличение доли рынка – все нормальные инструменты, которые все любят, когда находятся в фазе роста. Но тут надо думать об этой фазе. Что пирожок закончится. Да, а помогать этому думать любит мой любимый инструмент из стратегического планирования, который вы наверняка знаете, который называется «Три горизонта». Вот это корр. И вот эти ребята, они здесь. Они нашли то, что работает. Здесь надо делать географическую экспансию, здесь надо выводить продукты, здесь надо делать кроссы, лапсел, все эти замечательные вещи. Здесь работает бережливое производство, мотивация персонала, все эти плюшки. Что вот это? Это следующий горизонт. Его надо видеть уже отсюда. Следующий продукт, следующий рынок, следующий этап. И «Три» – это то, где на самом деле все единороги живут, и откуда они приходят. Это новые бизнесы, это тренды, это слабые сигналы. Стратег – это тот, кто видит все три этажа. Отсюда до суда. Или как минимум старается их увидеть. Не работая над горизонтом 2, над горизонтом 3, вот это вот… По номер 2 ответ отличается? Степенью детализации и удаленности. Скажем так, это венчурные вещи, это какие-то понятные инновации, новые рынки, новые продукты. Диверсификация условно. Диверсификация, да, какие-то вещи. Инновации, да. Если это кор, это кор плюс 1, а это кор плюс N. То есть по степени удаленности, понятности. Здесь могут оказаться вообще другие бизнес-направления, какие-то синергетичные вещи. Но здесь обязательно нужно плавать хотя бы мозгами. И что немаловажно, деньги с этого этапа и ресурсы с этого этапа должны инвестироваться и сюда, и сюда, или вы получите Нокию. Она вот это пропустила, которое на самом деле очень быстро отсюда пришло сюда, и Нокия оказалась к этому не готова. У них все было с операционным совершенством хорошо. Мы же понимаем. Как у многих украинских компаний все хорошо с исполнительской дисциплиной. Им не хватает вот этого и вот этого. Почему наши финансовые промышленные группы в Самсунге не превратились? Миллиарды долларов были реинвестированы непонятно куда, непонятно как. Почему? Потому что вот этого и вот этого не было. А это ограничение в головах. Ничто так не ограничивает бизнесмена, как он сам себя. Последний вопрос, с которого возможно можно было начинать. Что такое стратегия? Для меня стратегия это динамическая 3D-модель бизнеса, которая включает в себя три логических блока целеполагания, планирования и ответственности, за которые отвечают всегда, зная или не зная, это первые лица бизнеса, собственник является бенефициаром, главным риск-тейкером и получателем результатов этой стратегии. Си его и его стратегическая команда являются людьми, которые должны на уровне своего интеллекта, компетенции, ресурсов и разрабатывать, и планировать, и исполнять стратегию через свою деятельность. Си его стратег по умолчанию должен быть. Человек, обладающий стратегическим мышлением, скажем так. Это 3D-модель, интеллектуальная модель бизнеса, которая предназначена для решения задач развития и реализации максимального потенциала. Я считаю, что если мы не говорим о росте, то мы не говорим о стратегии. Я считаю, мое мнение. И не говорим о жизни. И не говорим о жизни. Потому что если бизнес не растет, то он умирает. Мы это понимаем. Да. Круто. Меня зовут Алексей Тимофеев. Создавай что угодно, что угодно, но создавай. Create whatever. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!